В Аши открылся магазин для нуждающихся. Здесь люди из малоимущих семей могут бесплатно получить одежду или продукты. Открыть магазин помогли бизнесмены. Но дальнейшее пополнение прилавков теперь зависит от благотворительности населения. В новом магазине побывала Гульбара Кенчаева. Что поесть и что надеть. Для кого-то эти вопросы становятся жизненно важными, а порой и неразрешимыми. Теперь у остро нуждающихся в помощи жителей Аша появился луч надежды. Для них открылся магазин Хадия, что означает подарок. Здесь люди из малоимущих семей могут бесплатно получить одежду или продукты питания. Саламат Ирсалиева приехала сюда из другого конца города. Об открытии магазина узнала из объявления. «Я живу на квартире с дочкой и внуками. Сама инвалид. Вот приехала присмотреть какую-нибудь одежду внукам. Хорошо, что открыли такой магазин. Для нас это большая помощь». Масло, чай, макаронные изделия. Пусть не в большом количестве, но тоже получить можно. «Иногда бывает, что и на полкило макарон денег нет. А здесь такая поддержка. Спасибо тем, кто открыл такой магазин». Несмотря на то, что магазин открылся три дня назад, в посетителях недостатка нет. Как нет недостатка и в милосердных людях. Одни приносят одежду, другие – товары первой необходимости, продукты питания. Третьи – помогают деньгами, на которые затем закупаются товары для магазина. Главное, чтобы все это затем попало именно в руки нуждающихся. «Мы сейчас разрабатываем концепцию специально. Может, будем работать через домкома, через квартальных комитетов, чтобы они же знают свою территорию, своих жителей. И если они будут давать какие-то там справки, что действительно человек нуждается в помощи, да, можете перейти в этот магазин с этим справкой. И, пожалуйста, можете одеваться своих детей или сама». Этой благотворительной акции в городе ограничиваться не будут. Подобные магазины планируют открыть и в других микрорайонах. «В год нравственности, воспитания и культуры мы стараемся подобным образом воспитать в людях милосердие и доброту. Вокруг столько людей, нуждающихся в помощи, столько детей, растущих без родителей. Мы должны делиться с ними теплом и заботой». Несколькими месяцами ранее в Аше стартовала другая акция «Имеешь возможность – дай, если нуждающийся – возьми». По инициативе молодежного комитета была сделана благотворительная вешалка, куда каждый мог принести одежду для нуждающихся. Таковых оказалось немало. По статистике, 15% населения Ожской области живет за чертой бедности. Гульбара Кенджей, Вадилд Избек Болотпеков, Общественный Первый канал, Ож.